Всем привет! С вами Анастасия Кадетова. Обсудим, что интересного произошло за день. Грузия разрешила полеты российских самолетов. Кремль запретил чиновникам увольняться. Мобилизованным пригрозили тюрьмой за переход в ЧВК Вагнера. В Луганске взорвали назначенного Кремлей главу МВД. А Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая. Но выглядит он довольно странно. Высокопоставленным российским чиновникам запретили увольняться, пока продолжается война в Украине. Об этом рассказали важные истории со ссылкой на свои источники. По их словам, после начала полномасштабного вторжения уволиться пытались как минимум двое российских губернаторов. Но в администрации президента им это запретили и даже угрожали уголовными делами. Само желание уйти в АПшечке расценивают как предательство. А чиновников там требуют всячески демонстрировать свое единство. В центре Москвы, на Фрунзенской набережной, сегодня горело административное здание. Оно находилось на реконструкции. На видео видно, что над зданием стоит столб черного дыма. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. А в Екатеринбурге пожар разгорелся в многоквартирном доме. Там пострадали двое людей, включая ребенка. Но, к счастью, никто не погиб. А в Новосибирске 12 тысяч человек остались без электричества. Это случилось из-за строителей, которые порвали линию электропередач. Энергетики говорят, что строительные работы с ними не согласовывали. Кроме жилых домов, без света остались школы и другие социальные объекты. В прокуратуру поступило дело Алексея Навального, по которому ему грозит до 30 лет заключения. Уже в ближайшее время начнется рассмотрение. Алексея обвиняют в организации экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности. Но понятно, что на самом деле Навального удерживают в тюрьме только за то, что он борется с путинской системой. И даже сейчас, находясь в заключении, он выступает против Путина и против войны в Украине. Чем, конечно, очень раздражает Кремль. Пожалуйста, рассказывайте всем об Алексея Навальном. Публичность – это главный инструмент, который сейчас может ему помочь. Путин передал РПЦ самую знаменитую русскую икону – Троицу Андрея Рублева. Сейчас она находится в Третьяковской галерее, но в ближайшее время ее должны передать в Храм Христа Спасителя. В прошлом году, когда икону, памятник 15 века, вывезли на богослужение, она получила 61 повреждение, поскольку в храме не было условий для ее хранения. Еще Путин сегодня подписал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев, которые согласятся поехать на войну в Украине. Российские паспорта смогут получить не только солдаты, но и их семьи. Как вы думаете, смерть в окопе – это хорошая цена за российский паспорт? А военком Карелии пригрозил руководителям заводов аннулировать бронь от мобилизации для их сотрудников. Его возмутило, что предприятия бронировали дворников и уборщиков. Еще одно подтверждение, что мобилизация продолжается и в любой момент российских мужчин могут отправить на войну. Путинские войска продолжают каждый день обстреливать Украину. Сегодня был обстрелян поселок Двуречное в Харьковской области. Погибли два человека. Еще один мужчина госпитализирован со сколочным ранением. Также сегодня был нанесен ракетный удар по Авдеевке. Снаряды попали в здание больницы, где люди сидели в укрытии. Погибли как минимум четыре человека. А еще сегодня произошел взрыв в центре Луганска. Было совершено покушение на так называемого главу МВД ЛНР Игоря Корнетта. Предварительно причиной взрыва стала граната. Пострадали семь человек, один погиб. Сам Корнет остался жив, но его состояние тяжелое. Украинская правда, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утверждает, что за его подрывом стоит СБУ. А в России продолжаются разборки между жабами и гадюками. На этот раз конфликт случился у Пригожина с депутатом Госдумы Виктором Соболевым. Соболев заявил, что ЧВК – это незаконное формирование. И что если мобилизованные захотят перейти служить к вагнеровцам, им грозит до 15 лет тюрьмы? Ну вы уж определитесь, вы же сами разрешали вербовать зэков, размещать по всей стране рекламу Вагнера, а теперь угрожаете тюрьмой за переход в ЧВК. Сам Пригожин ответил Соболеву, чтобы тот собирал вещи и ехал на войну. А депутат заявил, что общаться с Пригожиным не желает, и вырвало сомнение, что он сам когда-то вообще был на фронте. ЦИК Турции отчитался об обработке 100% бюллетеней первого тура президентских выборов и официально назначил второй тур на 28 мая. Напомню, что Эрдоган не набрал заветные 50%. Во втором туре примут участие, собственно, сам Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного народного альянса Кылыч-Дараглу. Он, к слову, выиграл у Эрдогана в Анкаре и Стамбуле и уверен, что выиграет во втором туре выборов. Его также поддержал Исинан Аган, который занял третье место и набрал чуть больше 5% голосов. А Грузия выдала разрешение российской компании Азимут на выполнение рейсов в страну 17 мая. Заявки на полеты подали всего 5 авиакомпаний. Разрешение еще по четырем примут в ближайшее время. У парламента в Тбилиси уже проходит акция протеста против возобновления авиасообщения с Россией. А Лукашенко, наконец, нашелся. Сегодня он впервые появился на публике с 9 мая. Выглядит, по-моему, довольно странно. Вот две фотографии, на них он немножко напоминает восковую фигуру. По сообщению пресс-службы, он посетил центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Он также заявил, что белорусская армия находится в повышенной боевой готовности после крушения в Брянской области вертолетов и самолетов. Ну вот, трое суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных суда, мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности. Говорить ему как будто трудновато. Интересно, что он пока единственный из официальных лиц, кто подтвердил, что самолетов и вертолетов было именно четыре. Никто из российских чиновников это пока не признал. В завершение сегодняшнего выпуска посмотрите на фото из Сахалинской области. Там в детском саду Лукоморье пяти и шестилетних детей нарядили форму казаков и объявили группой казачат. Руководство этого детского сада называет свое заведение инновационной площадкой. Ну что ж, какое время, такие и инновации. Вот и все новости на сегодня. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Тогда YouTube будет показывать наши выпуски большему числу людей. А еще вы можете поддерживать нас на Патреоне, если, конечно, у вас есть такая возможность и желание. Ссылка, как всегда, в описании. И сейчас вы видите на экране ники тех наших зрителей, кто уже нас поддерживает. Присоединяйтесь к этим классным людям. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok